18 апреля 2019 года стала известна о смерти Ирины Цивиной, 55-летняя актриса, несмотря на проблемы с сердцем, не жаловалась на самочувствие, поэтому ее уход стал полной неожиданностью для друзей и коллег. А вот адвокат Юлия Вербицкая-Леник предчувствовала беду. Последние два года она помогала звезде бороться за наследство последнего супруга Александра Благонравова и видела, как переживает артистка. Оппонентом Цивиной в судебном процессе выступал пасынок и в какой-то момент актриса начала опасаться за свою жизнь из-за постоянных угроз. Александр Благонравов-младший настаивал на том, чтобы ему перешла четверть имущества, нажитого Цивиной в браке с его отцом. После нескольких заседаний адвокатам удалось добиться наиболее выгодных условий для Ирины Константиновны, но сама артистка мечтала лишь поскорее закончить дело. «Я чувствую, что меня прокляли. Любовница моего мужа. Этот процесс забирает мою жизнь. Немедленно заключаем мировое на наших условиях», заявила тогда Цивиной адвокатом. Вскоре на связь с Ириной Константиновной вышла предполагаемая любовница ее покойного мужа. Женщина встала на сторону пасынка Цивиной, а в адрес актрисы полетели анонимные сообщения с угрозами неизвестно откуда в почте оказались сообщения «Ты хочешь и дачу, и машины, и баню, сдохнешь со всем этим, не пойдет проклятое наследство тебе впрок». С тех пор меланхолия стала почти постоянной гостьей Ирины Константиновны. Кроме того, тема проклятия и проклятого наследства глубоко засела у нее в голове рассказала адвокат. Единственной радостью для актрисы был сын Евгений, который всегда поддерживал маму фото. Инстаграм-актриса все чаще жаловалась на плохое самочувствие, стала реже выходить в свет и общаться с друзьями. В тот период, по словам юриста, Цивина обратилась к религии и хотела уйти в монастырь. Еще одним утешением для Ирины Константиновны стали отношения с Денисом Сердюковым. Избранник был рядом с Цивиной в самые сложные минуты и даже сделал ей предложение руки и сердца ответа она дать не успела. По роковому совпадению буквально через неделю после того, как были закончены последние судебные формальности, Ирина Константиновна умерла. Поделилась воспоминаниями Юлия Денис Сердюков мечтал жениться на Цивиной фото, Инстаграм по словам адвоката, в последние годы жизни Цивина чувствовала себя очень одинокой. Актриса часто вспоминала Евгения Евстигниева и мечтала воссоединиться с ним. Общаясь с порталом собеседник Ру Юлия Вербицкая-линик подчеркнула, что в ближайшее время имущественные споры могут возникнуть уже между детьми Ирины Константиновны. Ее сын Евгений и дочь Зина вступили в право наследования, но получили разные доли имущества. Юрист надеется, что наследникам Цивиной удастся избежать судебных заседаний, которые так негативно повлияли на здоровье их матери. Клэс Поуст 661 372 подписчика.